Всем привет! Меня зовут Аяна и это канал хоккейного лагеря Ice Bulls. Сегодня я бы хотела с вами поговорить о том, что взять с собой в лагерь. Я не буду перечислять все то обмундирование, которое вы должны иметь с собой для игры в хоккей. Я думаю, что вы без меня прекрасно знаете. Я бы хотела остановиться только на нескольких пунктах. Во-первых, не забудьте поточить коньки. У нас на стадионе есть точильщик. Но было бы неплохо, если вы приехали подготовленными и заточили коньки так, как вы их привыкли точить. У вас будет очень мало свободного времени, у нас очень интенсивная программа. И было бы очень жаль, чтобы вы теряли драгоценные минуты на заточку коньков. Конечно, в случае необходимости мы это все сделаем. Но постарайтесь заточить коньки так, как вы их обычно точите у своего точильщика дома. Это первое. Второе. Не забудьте, что у вас будут сухие тренировки. Поэтому возьмите с собой форму для сухих тренировок. Что такое сухая тренировка? Это тренировка в спортзале. Или, если позволяют погодные условия, на улице. Поэтому, если вы приезжаете летом, то, естественно, это будет какая-то футболка и шорты. Если вы приезжаете зимой, посмотрите погоду в настоящий момент в Праге. И возьмите с собой вещи в соответствии с погодными условиями. Скорее всего, это будет какая-то футболка с длинным рукавом. И, может быть, какая-то еще курточка или кофта спортивная сверху. И не шорты, а что-то тоже с длинными ногами. Хотела бы посоветовать иметь с собой специальную обувь для спортзала. То есть, это обувь, которую вы могли бы все время держать в раздевалке. И не ходить в ней по лагерю. Дело в том, что если вы приезжаете к нам летом, у нас бывает очень жарко, и люди ходят в шлепках, в вьетнамках. И будет очень неприятно, если вы придете на тренировку и выясните, что вы сегодня во вьетнамках, а кроссовки вы оставили в номере. Программа у нас очень насыщенная. И пока вы сбегаете туда и обратно, вы упустите драгоценные минуты. Вы не успеете одеться на лед, вы не успеете одеться на тренировку. Чтобы этого избежать, пожалуйста, возьмите с собой специальную отдельную обувь для спортзала. Также хочу напомнить, не забыть взять с собой пластиковую бутылку для воды. Если вы ее забудете, ничего страшного, мы найдем для вас бутылку. Но всегда хорошо, когда у вас своя бутылка. Следующий пункт – возьмите с собой полотенце. Конечно, вы получите полотенце в отеле, но лучше, если это полотенце, которое вы получите в отеле, будет все время вас ждать в отеле. А для спортивных тренировок привезите с собой еще одно полотенце, которое будет у вас жить в раздевалке. Вам будет так удобнее, поверьте. Самое главное, если вы принимаете какие-то медицинские препараты, дайте нам об этом знать и не забудьте их взять с собой, потому что здесь вы в аптеке, скорее всего, ничего такого купить не сможете без рецепта. Поэтому, внимание, не забудьте свои лекарства. Когда вы будете заключать договор на страхование, обратите внимание на то, чтобы ваша страховка покрывала спортивные травмы. Я думаю, что ничего с вами в лагере не случится, но даже если вы упадете, ушибетесь или растянете ногу, чтобы это сильно не ударило по вашему кошельку. Если у вас есть вопросы к этому видео, задавайте их, пожалуйста, внизу в комментариях. Также вы можете в комментариях выразить свои пожелания о том, что вы хотите увидеть в наших видео. Если вам видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и приезжайте к нам в лагерь. Я надеюсь, что я вас увижу вскоре. До свидания. Вы думали, что это все? Ничего подобного. Важно. Те, кто ни разу не ездил в лагерь, или те, кто ездил когда-то, но уже давно забыл, это информация для вас. А также это информация для вас, если вы занимаетесь спортом один или два раза в неделю. Начните готовиться к приезду в лагерь хотя бы за две недели. Ваша подготовка должна включать нагрузку на ноги, пресс и спину. Поверьте мне, ваше тело вам скажет спасибо. Приехать в лагерь и подготовленным – это не только неприятно. У вас будут болеть мышцы, о которых вы даже не подозревали. Но самое главное – это вы увеличиваете риск получения какой-либо травмы. А мы этого не хотим. Поэтому готовимся. Вот теперь все. Увидимся скоро в лагере. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...